Всем привет! Сегодня у нас была Талочка. Я только что с своей бабушкой. И я ему что-то такая на эмоциях, потому что там уже пытаемся в которую неделю разобраться с телевизором бабушкина. Дело так. Дело вот в чём. Мы же живём в Германии. Бабушка смотрит русское телевидение. Секундочку. Сердечко. Но бабушку смотрит русское телевидение, и у неё где-то перед Рождеством, то есть где-то перед 24 декабря, я точно не помню, какая-то была дата, у неё перестал показывать телевизор русский. Немецкие показывают каналы, а русские каналы не показывают. Почему? Непонятно. Так как этим делом, вообще, телевизор настраивал, ну, покупали и настраивали это с моим братом, всё это было происходило, это было в 2013 году. Ну, меня тогда ещё тут не было, то и, естественно, Андрюха, мой брат Андрей, пошёл это самое разбираться, что там в этот раз с телевизором случилось. Он всегда, когда, вот, там, проблемы с телевизором, в первом деле вот туда идёт Андрюха. Вот, в этот раз Андрюха туда пошёл, пытался, там, перенастроить этот ресивер, ничего не получается, всё время высказывает одна и та же ошибка, что, мол, карточка, смарт-карта не может быть прочитана. Там это дело устроено так, то есть у бабушки есть телевизор, а телевизор у нас, кстати, сам, к нему подключён через расчёску такую, скарт-кабель, этот ресивер, а к ресиверу, ресивер сам подсоединён через обычную антенну. Антенна, значит, одна, то есть, ну, выход антенны один, он подключается к ресиверу, и так, ну, и по этому кабелю идёт, как бы, сигнал, плюс, ну, не только телевизионный сигнал, но ещё, типа, небольшое, какое-то интернет-соединение тоже там получается. Ну, те, кто техники, те понимают, о чём я говорю. Звонят с России. Я, когда с России звонят, мне, я не беру трубку, потому что денег с ними наживут. Чё ещё, чё ещё? Значит, отплёс мне телефон на звонок неизвестного номера. Забыла, что хотел сказать. А, ну, в общем, самый ресивер, значит, подключается через антенну, и в ресивер сам вставляет такая карточка пластиковая с чипом таким, ну, самая обычная пластиковая карточка, в ней написано кабель Deutschland, и все дела. Написано, что стрелочка, в какую сторону надо запихивать, в какую сторону запихивать, тогда в ресивер нужно идти далее. И вот эта карточка называется смарт-карта, умная карта, и она не работает, короче, не может почитаться. Первым делом Андрюха решил, что нужно этот ресивер отнести к этим, к техникам, в магазин, где мы брали этот самый ресивер. Отвёз он туда это дело, там они его раскрыли, покопались-покопались, сказали, что извините, мы не понимаем, в чём дело. Скорее всего, вопрос, что сломался этот самый читабельный аппарат в этом ресивере, типа, у нас старая модель очень сильная, уже сколько там лет, получается, здесь в 2013 году они её приобрели, то есть 5, почти 6 лет уже это самое. Шестой год уже пошёл этой штукенции, в общем, типа, возможно, она просто сдала сбой. Хорошо, значит, если она сдала сбой, значит, нужно приобрести где-то новый. Значит, пытались, значит, приобрести новый, а сначала было такое, что брат ещё пытался дозвониться потом ещё до этой фирмы, где, ну, кто предоставляет услугу этого телеканала, да, она называлась раньше Кабель Дойчланд, но это когда они, сам договор оформляния, она называлась Кабель Дойчланд. Но время идёт, Кабель Дойчланд уже его нету, они объединились с компанией Vodafone и забыла звонить Vodafone. Но так как это было время праздников, то, естественно, Vodafone не отвечал, потому что они все отдыхали, праздники всё-таки. Было там два дня, когда у нас между рождественскими выходными и этими самыми новогодними выходными было два дня, вот 27 и 28 декабря, рабочие дни. В эти дни как раз-таки Андрюха повёз их, это самое, в, как он называется, в фирму чинить. Пока это разбирались, ну, в общем, до Нового года не успели, как бы, ничего сделать. После Нового года, то есть уже со 2 января, Андрей отправился, опять-таки, к бабушке, звонить по-новой в эту фирму, в Vodafone, разбираться, почему нету, куда делся телевидение. Там ему сказали, что у вас, возможно, этот самый, как он называется, ресивер тюкнулся. Ну, в принципе, то же самое, что ему и техники сказали, да, вот эти русские. А, ещё русские техники сказали, что мы, типа, мол, уже не работаем с этой фирмой, и нам нужно самим напрямую связываться с Vodafone самим. То есть сам магазин уже, как бы, такую ответственность больше не несёт за ремонт этой, ну, за исправление неполадок с сетью, так сказать. Ну, в общем, звонит брат мой в этот Vodafone, ему там говорят, что у вас, скорее всего, нужно будет заменить этот ресивер, и что конкретно, где его заменять, ничего не сказали, просто-напросто надо будет заменить ресивер. Брат решил, что нужно покупать самим этот ресивер, где его найти, искал, типа, всем этим Vodafone-овским магазинчикам, которые у нас в городе есть, ничего такого не нашёл, звонил мне, спрашивал, это самое, что там, да как, где этот приобрести, эту штуковину, диковину. И тут я сказала, что, слушай, а чё это, а, я почему этим не занимала хотя бы там ещё, потому что я тогда, когда только всё это дело началось, я ещё тогда училась, у меня были контрольные, и ещё я заболела, да, короче, мне было совсем не до этих, не до технических как-то медалей, то есть не до помощи родным было, самой помощь кто бы оказал. В общем, ой, ё-моё, тут этот самый, ах, тут эти самые полоски съехавшие, ах, не люблю такое дело, поехали-то сверху, снизу, снизу, снизу. Ладно, ну, короче, я, в общем, с этим, с телевизором помочь никогда не могла, ну и всё, потом, в конце концов, Андроху ещё раз позвонил, мне спросил, где эту штуку найти, потому что Андроху уже сам запарился, я перед ней не знал, что с ней делать уже, где её искать. Слушайте-то, похоже, одной полосы вообще не хватает, или как это так? Ну ладно, короче, вот это место будем закрывать буковками русскими, вот этот переход. Ой, как я не люблю, когда сканы такие, ну ладно, что поделать. Так, сохраняем, давайте следующую страничку откроем. Семнадцатая. В общем, позвонила Андроха мне, спросил, где эту штуку найти, я сказала, слушай, почему бы не позвонить ещё раз в этот водофон, и у них не спросить, где они такую штуку приобрести, потому что, скажем так, что, мол, мы тут всё обшарили, а найти никак не можем. Потом дошло до такого, что у Андрохи не было времени, а у меня вроде как время появилось, и, короче, я поехала к бабушке и решила позвонить сама. А, нет, я сейчас не поехала бабушке, я сначала из дома решила позвонить. Звоню из дома, мне говорят, что, мол, вам нужно сидеть радужком с этим ресивером и, типа, оттуда звонить. То есть мне всё-таки пришлось съехать к бабушке, и оттуда уже звонила, это самое, простывшая, я до сих пор болею, хотя с этого самого, я как в декабре простыла, так до сих пор болею. Сейчас уже лечусь этими антибиотиками, сегодня у нас второй день, когда я принимаю антибиотики, уже вроде как получше, я надеюсь, что всё-таки это дело пойдёт, у меня будет хорошо всё, с моим горлышком, это самое, и со всем остальным. Вот, что ещё раз я с вами... А, ну, в общем, поехала я к бабушке, оттуда позвонила этим, в этот водофон, там сказали, мол, что, скорее всего, у вас не работает ваш ресивер, опять-таки нам сказали вот то, что мы, как бы, уже давно подозреваем, и они сказали, что мы... А, ну, я спросила, и как нам, типа, заменить этот ресивер? Они сказали, мы вам вышли на него. Наконец-то я хоть кто-то дал ответ на понятный, я спросила, сколько это будет стоить, если это такое, я сказала, это будет стоить бесплатно, потому что, мол, ну, если у вас, ну, типа, мы предоставляем вам услугу, если у вас какие-то неполадки с просмотром телевидения, то в нашу задачу, типа, входит то, что мы должны исправить всё как-то, да. И если техника вышла из строя, для техники уже более, там, пяти лет, то они, как бы, обязаны следить за тем, чтобы, ну, техника была рабочая. Кроме того, он сказал, что этот старый ресивер, он не наш, то есть мы его взяли, как бы, на прокат, то есть мы им пользуемся на прокат, и поэтому, когда придёт новый ресивер, мы должны будем старый вернуть. Вот он как-то тут валяется у меня. Надо будет завтра пойти на почту и его отнести. Отправлять бесплатно с нашей стороны, оплачивать водофон. Вот, значит, это было в пятницу или в четверг прошлый, то есть на прошлой неделе, либо в пятницу, либо в четверг, то есть не помню. Пришёл, значит, уже вчера, по-моему, пришёл, да, вчера пришёл этот самый ресивер. Приехал брат мой к бабушке подключать его уже новенький, и подключил этот ресивер, но проблема никуда не ушла. То есть как была там ошибка, что у вас с маркетом не случается, так и осталось. Брат пытался снова дозвониться до этих водофоновцев, но у него не получается. Дело в том, что когда вы дозвоните, там очень тупой, очень тупой автоответчик. То есть она говорит, что я суперумный автоответчик, я вас понимаю, она говорит, вот таким нежным, хорошим женским голосом, она, конечно, вас понимает, на самом деле она нифига не понимает. Брат, допустим, каждый раз, когда звонил, она вместо того, чтобы отправить его в раздел проблемы с телевизором, он говорит, проблемы с телевизором, она отправляет его в раздел проблемы с интернетом. Его там говорили, ой, мы ничем, помыслом не можем, что-то там, духе. Почему он потом отправился, хоть, к техникам этих, русским, потому что ему постоянно говорили, что мы помочь вам не можем. На самом деле просто автоответчик глупый. я его посылал, ну, я так предполагаю, вот, значит, что там дальше было, значит, приехала я уже, да, приехала, звоню этим водофоновцам, а нет, погодите, перескочила немножко, значит, звонит брат еще с этим водофоновцем, пытается выяснить, что там, почему не работает до сих пор, хотя у него есть север, да, то есть, скорее всего, проблема в карточке, скорее всего, карточкой просто на поступе перестала работать, ему там никто не ответил, он, я не знаю, может, он просто-напросто не позвонил вообще, либо, опять-таки, та же самая фигня с этим ответчиком глупая была, что не получилось ему дозвониться, в общем, факт остается фактом, а вдруг он не дозвонился, значит, сегодня уже я снова поехала туда, опять-таки, почему ехать надо, потому что надо, чтобы рядом с ресивером быть, находиться, да, то есть, такие условия, так сказать, были, что надо находиться рядом с этим прибором, который все это дело принимает, сигналы, ой, короче, этот, поехала сегодня я к бабушке, вот сейчас-то только что от нее, звоню, значит, первый раз, значит, опять-таки, этот глупый автоответчик, я с этим автоответчиком разговаривала так, что сначала она говорит, здравствуйте, я автоответчик, я вас очень хорошо понимаю, что-то там, скажите, я вот распознала телефонный номер мобильного телефона, скажите, типа, у вас проблема с номером этого телефона, а я как бы звоню со своего особого, я говорю, нет, нет, она говорит, да, значит, какого номера туда идет речь-то, да, и получается, вопрос такой, по поводу какого номера туда идет речь, получается, она спрашивает номер телефона, а мы-то у нас не телефон, у нас телевизор, и я называю ей этот самый номер договора, слава богу, она номер договора все-таки понимает, да, и можешь хоть что-то с ним сделать, номер договора, ну, с номером, не договора, а номером клиента, вот, я называю ей номер клиента каждый раз, и она спрашивает, хорошо, что я могу для вас сделать, и дальше вы должны сказать какую-то фразочку, типа, помогите, там, или, не знаю, там, у нас не работает там что-то, она это говорит хорошо, после этого, это самое, скажите просто слово «штерунг», «штерунг» – это у нас неисправности, либо скажите слово «фиртрак», это, то есть договор, либо скажите слово, там, еще какое-то, то есть не помню какое, ну, как бы, выбрать три раздела, что вам нужно, типа, у вас какая-то проблема со связью, у вас какая-то, вы хотите поговорить о фиртраке, либо что-то третье такое было, не помню что, неважно, в общем, я сразу говорю «штерунг», потом она спрашивает, хорошо, говорит, какой конкретно «штерунг», типа, у вас интернет-штерунг, у вас какой-то там, еще был «штерунг», не помню какой, вот, не помню, вот память дыряла, только что раз в шесть уже, наверное, слышала эту фразу и уже забыла, ну, ладно, и третий вариант, это типа, у вас «фернзейн штерунг», то есть у вас проблема с телевизором, я ей говорю «фернзейн штерунг», я не знаю, может, нет плохое выговаривание или что, но сколько бы раз я ни говорила, она ни разу не поняла, что я сказала «фернзейн штерунг», ни разу. Несколько раз я говорила «фернзейн штерунг», она меня потом перенаправляла «хорошо, у вас интернет-штерунг», и дальше переговорила что-то, то есть, возможно, когда брат с вами, у него было то же самое. В конце концов, ну, я потом нашла такую, так сказать, уловку небольшую, просто-напросто нужно говорить что-то невнятное пару раз, да, потом она начинает говорить, чтобы я не просто слова называла, да, она говорит «скажите слово, либо нажмите циферку там 1, либо нажмите циферку 2», и это просто, на самом деле, спасает, потому что я уже могу не говорить какие-то слова, да, которые она не понимает, а уже, наконец-таки, циферкой нажимаю, что ей нужно там, да, нажимаю циферку 3 и, наконец-таки, попадаю туда, куда мне нужно, в этот раздел неисправности по телевизору. Это было просто кошмар, на самом деле, не приходилось там, сколько раз дозвонить, не 6 раз, я больше раз звонила, чем 6. Секундочку, Z, еще раз, Z, видно. Ой, ну, короче, кое-как дозваниваешься, в общем-то, да, и там, значит, сначала мужчина ответил сегодня, сказал то, что вот так и так, у нас пришел ваш новый ресивер, но все равно ошибка, какая была, такая и осталась. Ну, ну, все так же не может читать смарт-карту. Мы-то думали, что, мол, если он не читает уже смарт-карту, уже новенький, то проблема, в принципе, только в смарт-карте. Осталось только взять новую смарт-карту и воткнуть новую смарт-карту, то есть они должны просто присматривать новую смарт-карту. Не тут-то было, оказывается. Он сказал то, что мы должны вам заменять, скорее всего, смарт-карту, но прежде чем мы это сделаем, я должен спросить у каких-то других техников, все ли там в порядке с вашим кабелем телевизионным. То есть если проблема, то есть нужно было сначала перепроверить, нет ли проблемы полностью с кабелем, да, прежде чем они заменяют смарт-карту, они должны проверить все остальные какие-то проблемы, да, то есть все ли в порядке с проводкой, все ли в порядке с соединениями со всеми этими телевизионными. Потом я уже думала, ну все, сейчас он, короче, он сказал то, что сейчас это самое, я свяжусь с нашими техниками, это самое, мы вам пришлем смс, это самое, когда сможем сказать вам хоть что-нибудь, да, там, ну, в смысле, приезли техники, или же, ну, или же самый, либо мы так просто вам отправим новую смарт-карту. В общем, потом он сказал, ой, вы знаете, вы должны, оказывается, сами, короче, позвонить в фирму, то есть я должна была сама позвонить в фирму телевизионного кабеля, который называется там как-то, он назвал мне какое-то название, я еле как поняла, и имя, и мой медианет, перили, 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 что-то такое вот, это, в общем, ни телефонный номер он мне не сказал, да, он просто сказал название вот этой вот фирмы, это самое, и, типа, сами звоните им, скажите, что у вас проблемы с телевизором, чтобы они это самое проверили, нет ли у вас проблем с соединением телевизионным. Ну, ладно, что делать, значит, с этим попрощалась, звоню в этот самый, ну, нашла, например, этот телефон, этого, ему, как он там назывался, ему, ему медиан, точка нет, ему, ему, ему медианет, что-то такое, позвонила туда, с тетечкой поговорила, тетечка сказала, что это самое, у вас совсем не показывают телевизор, ну, как не показывают, говорю, немецкие каналы показывают, а русские каналы не показывают, она говорит, ну, да, если немецкие каналы показывают, значит, у вас с телевизионным кабелем все в порядке, говорит, то есть мы тут вам больше чем не можем, Ну, окей, спасибо. Звоним обратно в Vodafone. Звоню обратно в Vodafone. Значит, мне они опять там начинают песни петь о том, что нужна другая женщина там была. Они снова начинают песни петь на счёт того, что мне нужно позвонить в этот ImaMedia.net и разбираться, типа, с ними. Мне сказали, что я уже дозвонила. Те сказали, что у нас есть уже пока немецкая телевизия, значит, у нас проблем с телевизором нету. Это проблема конкретно с нашим сферми, с кем мы этот договор заключили. В общем, она сказала, хорошо-хорошо, там это самое, сейчас попробуем что-нибудь узнать, там, ещё какое-то время ждала. Потом, в конце концов, она сказала, так, мы, значит, послали запрос нашим техникам, они там что-то там посмотрят и через какое-то время они вам на телефон ваш перезвонят и это самое, будут уже, и скажут, когда они к вам приедут, либо же карточку просто заменят. В общем, такую геморрой просто устроили. То есть, бабушке 90 лет, да, то есть, ей что нужно для счастья? Телевизор, да, там, что-нибудь покушать, и всё, в принципе, больше ничего не надо. Новый год, там, всякие программы эти были новогодние, она всё это пропустила. И до сих пор ничего не может посмотреть это самое, только вот этот немецкий канал. Немецкий канал она не понимает это самое, она хоть и немка считается, да, у неё бабушка жила в немецкой колонии под Питером, под Ленинградом, но всё равно она, получается, родилась в Новоясине, и сколько там, где-то она пожила, там, 60-70 лет там прожила, не знаю, если на 2003 году, нет, 2002, они, по-моему, году переехали. А-а-а, 28-й, по-2002-й, это сколько получается, 80, почти 8, нет, 70, с чем-то редко, в общем, там прожила, 76 лет там прожила в России, она, естественно, по-немецки уже не бени-мен, там кое-что мини, да, там, ну, очень мало чего. Вот, значит, и ей она уже ходить по рукам не может, никуда, ни по гостям, никуда, там, да, я не знаю, может, на главушке, какая-то там соседка своей кое-то пошла в Новый год, даже что-то не спросила ее, о чем-то другом спрашивала, хотя как она Новый год провела, даже не спросила, ну, ладно. В общем, сейчас ей 90 лет, и она ходить только никуда не может, поэтому, вот, празднула, ну, она сама у себя дома, телевизорная спросить не могла, в общем, бедняжка полная. Ай, и, и вот, никак не могут ей сделать это самое телевидение. Я ее спросила сегодня, а чем вы занимаетесь, что вы там делаете вообще, она, ну, она говорит, вот, типа, в магазин, говорит, сходила, вот, самое, для меня, типа, ну, она говорит, для меня это уже долго, очень большое дело, просто в магазин сходить, пару часов там занимает, пока она там туда-сюда переоденется пока, пока дойдет, пока купит, пока обратно дойдет, пока снова переоденется, это уже несколько часов пройдет. Ну, в общем, и, в принципе, и все. Там читает какие-то газетки, книжки почитать что-то не может уже, ну, говорит, что-то нехорошо, если сказать, когда книжки не читает. Ой, в общем, у меня немножко это самое, просто немножко на эмоциях, то, что вот, ну, как это так, просто, я помню, как у нас в России, допустим, было, да, у нас, конечно, не так много проблем было с этими этими, с подключениями, у нас телевизора, допустим, не было, да, но у нас был интернет, интернет у нас был, и там были проблемы, когда пропадал интернет, но эти проблемы, они решались буквально за один звонок, то есть один раз позвонили и сказали, вот, у нас что-то нету неплохие с интернетом, они говорили, ой, у вас там это самое, там, либо надо было, они там какой-то новый, этот самый, мак-адрес этот сбрасывали, просто они какую-то кнопочку там нажимали у себя и все заработало, да, либо они говорили, что, ой, извините, у вас там сейчас какие-то неполадки в сети, мы там буквально через, ну, буквально в эти же сутки они там пытались все это дело решить, то есть как можно скорее это дело решали, просто, можно сказать, моментально, как-то решали. Бывало, конечно, там ждешь несколько часов, пока они все это сделают, но все равно это очень быстро, а тут уже ждем, получается, сколько, ну, когда, получается, звонили с техниками, с водофоновскими, если мне не изменяет память, то первый звонок был еще до Нового года, то есть когда вот эти вот, когда брат еще звонил, и там они сказали ему, что, типа, мой волос этот самый не работает и, типа, надо новый этот самый ресивер, на это они его, так сказать, послали. То есть получается уже почти две недели, да, сколько раз, да, две недели человек сидит без телевизора, он за это платит, ежемесячно 14 евро платит, и к этому ничего не видит. То есть в неделе уже заплатила 7 евро, считаете, и никаких услуг, так сказать, не было. Я не знаю, я, может быть, жалуюсь на эту, я сейчас, вдруг я спрошу, когда конкретно он первый раз позвонил, ну, ладно, короче, в общем-то, на этом все, потому что мне уже горло, сейчас болеть еще сильнее и сильнее. Какой итог подведу к этому делу? Да никакого итога не подведу, просто пожаловалась на то, как немцы тут работают. У них, конечно, там качество, качество превыше всего, четкость, пунктуальность, все дела, но поэтому такие бывают заморочки, вот, с такими элементарными, казалось, вещами, да, что даже хочется обратно в Россию вернуться как-то. Конечно, в России тоже есть свои минусы, но если в плане вот этого сервиса, да, то, честно скажу, в России намного лучше сервис, чем тут в Германии. Ладно, на этом, пожалуй, все. Всем счастливо. Буду вот какой-нибудь чайник горяченький сделать, а то уже совсем головочка запалела, тут еще болтаю 20 минут, совсем фигуло становится. Все, пока-пока.